Добрый день! В этом видео я расскажу про язык вращения для пирамидки. Он нужен для изучения новых алгоритмов и для перемешивания головоломки. Рассмотрим не только классическую головоломку, но и пирамидки 4х4 и 5х5, а также головоломку под названием Magic Tower, который является шейпмодом пирамидки, у которой также есть более многослойные версии. Язык вращения для пирамидки очень похож на язык вращения для кубика рубика, но здесь граней меньше, поэтому и буквы меньше. Для правильного перемешивания головоломки или скрамблинга пирамидку нужно взять зеленой гранью к себе и желтой гранью вниз. Если таких нет, то вместо желтой берем самую светлую грань вниз, а вместо зеленой самую темную перед собой. При выполнении алгоритмов, не важно какая грань перед вами, обозначения точно такие же. У пирамидки есть 4 угла, правый, левый, верхний и задний. Держим пирамидку в таком положении, чтобы перед нами была грань, а не угол. Не вот так. Не ребро, не угол, а именно грань. Тогда движение правой части пирамидки от себя называется R. Правый right, поэтому R. На себя R штрих. Левая часть пирамидки на себя L. От себя L штрих. Без штрихов вращение происходит по часовой стрелке. Если мы будем смотреть на уголок, то вот так вот R, вот так R штрих. Если будем смотреть на левый уголок, вот так вот L, вот так L штрих. Поэтому кажется, что в обратной стороны R так, R штрих вот так. L на себя L штрих обратно. Для верхней грани поворот по часовой U. В обратную сторону U штрих. Буква U от слова UP вверх. Задний угол BACK буква B. Вращение по часовой стрелке B обратно B штрих. Большими буквами обозначаются движения именно вот такой части пирамидки. Но можно отдельно вращать маленькие уголки. Обозначаются эти движения теми же буквами, но маленькими. Уголок B, B штрих. Для скрамблинга и большинства алгоритмов этих движений достаточно. Если рассмотреть Magic Tower, то движение R выглядит вот так. R штрих вот так. L, L штрих. Буквы большие. U, U штрих. B, B штрих. Вращение маленьких уголков здесь недоступно. В редких случаях в записи алгоритмов можно встретить перехваты. Это маленькие латинские буквы. Например, перехват вот такой обозначается буквой Y. При этом грань, которая была правой, становится передней. В обратную сторону Y штрих. Мы как бы поворачиваем пирамидку по нижней грани. Y, Y, Y. Обратно Y штрих. Можно вращать пирамидку относительно передней грани. Тогда будет перехват вот такой вот. Z, Z. Обратно Z штрих. Поскольку это основное положение для вращения пирамидки, то перехват X здесь обычно не делается. Но для некоторых головоломок бывает удобно взять пирамидку вот в такое положение, когда у нас рабочая грань правая. И тогда вот такие перехваты можно уже обозначать буквами X. От себя X на себя X штрих. Сверху должна быть грань. Если она меняется на переднюю, это X. В обратную сторону X штрих. Если в пирамидке больше слоев, то вращение маленького уголка обозначается точно так же. R маленькая, R маленькая штрих. Вращение вот таких двух слоев обозначается стандартной большой буквой R, R штрих. А при вращении большего количества слоев, например, трех, добавляется еще латинская буковка W, которую обычно читают. В. Получаем R, 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 R и обратно R, R штрих. То есть логика обозначения такая же. Здесь RV, здесь LV, LV штрих, UV, UV штрих, BV, BV штрих. Если нужно повернуть средний слой на пирамидке 4х4, то используется комбинация обозначений. UV, U штрих, поверающий средний слой. Маленькие буковки заняты уже для уголков, поэтому отдельно обозначения обычно не используют. Для пирамидок большего размера система обозначений сохраняется. Маленький уголок R маленькая, R маленькая штрих. Стандартное количество элементов R большое, R большое штрих. Такие три слоя RV, RV штрих. Маленький уголок мы не считаем. Если мы вращаем два слоя, это RV. Если вращаем три слоя, то 3RV. 3RV, 3RV штрих. Вот так вот. 3LV, 3LV штрих. 3UV, 3UV штрих. Здесь 3BV, 3BV штрих. Для многослойных Magic Tower ситуация аналогичная. Маленького уголка здесь нет, поэтому такое движение. Просто R, здесь R штрих. Двумя слоями. RV, RV штрих. Для пятислойной модели также. R, R штрих, RV, RV штрих. Если 6 слоев, то вот это движение R обратно. R штрих. Так будет. RV, RV штрих. 3RV, 3RV штрих. Если 7 слоев, R, R штрих. RV, RV штрих. 3RV, 3RV штрих. При сборке пираминки 4х4 могут потребоваться еще дополнительные обозначения. К примеру, движение D. Движение нижней грани. Можно подумать, что это просто UV, но верхняя часть должна остаться на месте, а нижняя передвинутся. Поэтому вводится дополнительное обозначение D, как в кубике Рубика. Вот так вот D в обратную сторону, D штрих. Применяется при выполнении алгоритма FLIP. RV, D штрих, RV. И это ребро разворачивается. При сборке Magic Tower или пирамидки 5х5 может потребоваться еще одно положение для выполнения алгоритмов. Вот такое, когда у нас рабочая вот эта грань, и верхняя, и вот эта передняя. И тогда применяются те же обозначения, что в кубике Рубика. Вращение вот этой грани R, R штрих. Вот этой U, U штрих. И вот этой F, F штрих. То есть мы воспринимаем пирамидку как часть кубика Рубика, у которого все эти движения так и называются. U, U штрих, R, R штрих, F, передняя грань, F штрих. К примеру, такое положение применяется, когда делается FLIP из кубика 5х5 на пирамидке, либо Magic Tower. R, U, R штрих, F, R штрих, F штрих, R. И получается что-то вот такое. Ну а для обычной пирамидки хватит и самоначальных обозначений. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok